Путинская российская армия, российские войска ударили ракетами по украинской самой крупной детской больнице. Огромное количество детей и родителей пострадало. Дети находятся под завалами и весь город Киев разбирает эти завалы. С вами Александр Демченко. Вы на каналах Дмитрия Гордона. Ставьте лайки, комментарии, подписывайтесь. Ну а мы начинаем разбор. Сегодня утром российские войска нанесли массированный удар при помощи в том числе и крылатых ракет по территории Украины, по украинским городам. Пострадали значительно Днепр, Кривой Рог, очень сильно пострадала столица. Несколько ракет попало по украинской столице, по городу Киеву. В различные районы, в районе аэропорта Жулиана, в ряде других районов Киева были, конечно же, удары. Однако самый масштабный удар пришелся по детской больнице, детскому госпиталю Ахмадет. Это самое крупное медицинское учреждение, детское медицинское учреждение в Украине, где лечатся в том числе детки, больные раком, больные онкологией. Сегодня были уничтожены несколько детских центров этой больницы из-за того, что ракета туда упала. Многие дети пострадали. Мы до сих пор не знаем точных цифр пострадавших, раненых и убитых. Мы не знаем, сколько родителей этих деток пострадало, сколько врачей. Однако на сегодняшний момент весь город Киев вот сейчас до сих пор разбирает завалы. Разбирает все, что только можно разобрать. Огромные руины Путин оставил и его войска от этой больницы. Окровавленные, раненые и без того больные украинские дети. Ему мало фильтрационных лагерей, ему мало буч, ему мало насилия. Ему мало насилия над одногодичными просто детками. Ему мало депортации украинских детей. Теперь он взялся за больницы. Хотя еще относительно недавно он стрелял по детскому саду. Тоже в украинской столице, благо не попал. Это, конечно же, ужасные новости, которые свидетельствуют только об одном. Об очередном военном преступлении Владимира Путина и его режима. Белоусова, его чекистов и всех остальных. Однако не Путин, не исполнители в виде российских ракетных войск. Они не то что внутренне не боятся никакой кары Божьей. Хотя я им на самом деле желаю, чтобы они в конечном счете были слизаны с этой земли, стерты с лица земли. И оказались водой, чтобы им кишки выедал лично непосредственно дьявол, сатана. Каждый божий день. Хуже, чем у Данте написано об этом. В его девяти кругах ада, в божественной комедии. Вот что я им желаю. Но Путин этого не боится, наказания. Как и его ракетные войска, как и его министр обороны, как и его глава КГБ. Но Путин не боится и ГААГи никакой. Невзирая на то, что в отношении Путина выдан ордер, как и в отношении Шойгу и Герасимова. Но приватим на эти ордена. Ордера. Им важно кое-что другое. Убивать каждый день украинских детей. Но давайте мы с вами подумаем, пока эта катастрофа на наших глазах разворачивается. Пока весь мир о ней узнает. Почему это все произошло именно сейчас. Именно сегодня. По нескольким причинам. Самая главная причина. Завтра начинается саммит НАТО. Саммит НАТО, на котором будет присутствовать украинская сторона. Саммит НАТО, который предоставит Украине новые гарантии вооружений. Предоставит новые потоки вооружений. Новые боеприпасы. Согласует новые политики. И более того, будет принята программа МОСТ, которая даст возможность Украине быстрее идти в сторону Североатлантического Альянса. Становиться его частью. И снова-таки раздражает это промедление. Нам постоянно что-то придумывают. Какие-то новые и новые программы. Уже, знаете, уже ударили по самому ключевому. По детям украинским ударили. А они все равно сидят и думают, как бы не пропустить Украину в НАТО. Путин об этом думает. И Байден об этом думает. И еще ряд товарищей в западном альянсе оборонном думают о том, как бы не допустить, не пропустить Украину в Североатлантический Альянс. На фоне ужасных трагедий, которые происходят каждый божий день. Когда умирают гражданские, когда умирают военные, когда умирают и депортируются дети. Инвалиды. Раковые больные. Но, тем не менее, мы с вами прекрасно понимаем, что это все происходит на фоне саммита НАТО. Саммита НАТО Украина. Исторического для нас Вашингтонского саммита, где будет принято решение, тоже важное для Украины. Что Украина все-таки приближается к НАТО. Что натовские вооружения будут на территории Украины. И, быть может, на фоне этого ужаса в Ахмадете, этой трагедии, удастся принять куда более радикальное решение в отношении сближения Украины и НАТО. И, быть может, даже сонный Джо Байден примет какое-то решение и приоткроет хотя бы форточку для Украины. Для бедной, окровавленной уже Украины. Для бедных, окровавленных украинских детей, которым нужда защита. Которым нужен зонтик НАТО. И не только ядерный зонтик, но и зонтик ПВО и ПРО. Зонтик самолетов, которые никак не может предоставить Америка. Которые бы точно могли бы сбивать российские ракеты. Калибры, Цирконы и прочую билиберду Владимира Путина. Однако, это событие происходит, вот эта трагедия происходит еще на фоне других событий. На фоне начавшихся переговоров, каких-то очень странных, челночных переговоров. Когда Орбан приезжает к Трампу, когда Орбан приезжает к Зеленскому, когда Орбан приезжает к Путину, а теперь поехал в Китай. И в день, когда Орбан находится в Китае, Путин лупит по Украине, по украинской детской больнице. Буча-2 произошла, если вы не поняли. Путин в очередной раз сорвал переговоры. Путин в очередной раз просто показал, что на самом деле Украина должна выполнять или его хотелки, и весь Запад должен выполнять его хотелки. Или же он просто будет уничтожать Украину и ни о чем договариваться не будет. А вы заметьте, что к Путину на этой неделе должен приехать премьер-министр Индии Моди. И тоже его толкать переговором, подталкивать переговором ко второму саммиту мира, где, быть может, Россия и Путин должны были бы быть участниками. Но нет. Путин сигнализирует, что только так. Заметьте, что еще относительно недавно Путин во время саммита ШОС, Шанхайской организации сотрудничества в Астане, вот это происходило все днями, где присутствовали представители Турции, президент Турции Эрдоган и китайский лидер Си Зинпин, и много лидеров центрально-азиатских стран. Огромное количество стран присутствовало, их глав государств и правительств. И там Путин впервые сказал, что стамбульские договоренности продолжают находиться на столе переговорном. Что он от переговоров не отказывается. Что Украина просто должна встать и согласиться вести переговоры в рамках этих стамбульских договоренностей. Вам напомню, что такое стамбульские договоренности. Это полностью демилитаризация Украины. Отказ от содержания огромной большой армии, эффективной. Отказ от натовских войск, от натовского оружия, от натовской защиты. Отказ от курса в сторону Североатлантического альянса. Это отказ от того, что Украина будет владеть самыми новейшими, самыми лучшими технологическими и военными разработками, вооружениями. Это отказ от Крыма. Это отказ от Донбасса. Это отказ от Херсонской и от Запорожской областей в пользу России. Это признание российского языка. Это использование российского языка в гражданских структурах, в школах, в университетах. На самом деле это никакая не деноцификация и не демилитаризация. Это деукраинизация Украины. Это отказ от суверенитета собственного, отказ от будущего. Это отсрочка перед тем, как Путин Украину сожрет, как Путин Украину схавит. Во всяком случае, он на это очень сильно рассчитывает. И вот он сегодня бьет по Ахмадету. В моменте, когда с одной стороны происходит саммит НАТО, вот-вот он начнется. И в моменте, когда другие лидеры пытаются наладить какую-то площадку для переговорного процесса. Только к нему приехал Орбан, премьер-министр Венгрии. Только он с ним поговорил, с Владимиром Путиным. Только он передал ему от Зеленского какую-то информацию и от Трампа. Только он поехал в Китай, чтобы донести информацию от Путина, от Зеленского, от Трампа и поговорить с китайской стороной. Только индус и премьер-министр Индии собирается к Путину, чтобы с ним налаживать определенный контакт и подталкивать его к очередному саммиту мира, чтобы была подписана хоть какая-то договоренность, хоть о чем-то, хоть о каком-то мире. И Путин все срывает. Одним не рощерком пера, а одним запуском ракеты. Совершая очередное военное преступление, на которое ему просто начихать, наплевать ему на военные преступления и на суд в Гааге, и на международный трибунал, и международный суд, ООН, и международный уголовный суд, на Байдена ему наплевать, на всю Европу. Чихать он на всех хотел. Он клал большой прибор на вас. Он просто показал, что он не оставляет возможностей, надежд получить Украину.